Друзья, сегодня у нас первая защита Наташа Куранова, Наталья Сергеевна. Она первая подготовила свой макет книги. Меня всем слышно? Наташа, меня слышно? Меня слышно, слышно. У нее все готово. Даже видео она сделала и портфолио. Давно мы уже с ней это все согласовывали. Она очень много вариантов прислала. Молодец, очень хорошо. Работала плодотворно. На подходе, правда, Леночка Цветкова, она мне обещала прислать, но прислала пока только английский вариант текста и старый вариант макеты у меня тоже есть. То, что она говорила, что у нее на диске осталось на работе, она почему-то побоялась прислать, не знаю, с чем это связано. Не будем о грустном. Давайте посмотрим макет книги Натальи Курановой. Это обложка, как вы понимаете. Первая и задняя обложка. Поехали дальше. Первая и вторая страница. Если хотите, можете прочитать текст. Потому что он у меня мелковат для экрана. Может быть, Наташа прочитает? Я с вами словами хочу рассказать. Словами расскажи, конечно. То, что хотела, то, что получилось, что не получилось. Героиня очень интересный человек. Она приехала из маленькой беремени Сыктывкара в Коми-Республике. То есть она уроженка Коми-Республики. До какого-то возраста, единственное, не помню, она знала только комный язык. Уже потом начала изучать русский. В детстве заметили ее уникальные способности голоса народного. Как она сама говорит, то голос ей похож на права и с мускинью. То есть очень красивый голос. Ее отдали в детальную школу в свою деревню. И постепенно-постепенно начала развиваться ее карьера. Не буду даваться подробностей. И она учатилась в Санкт-Петербурге, поступила в наш институт культуры на народное пение. И там она поняла, что у них есть такое задание, и изучают фольклор. И она поняла, что вот это ее. И она взяла, вот сейчас в итоге, современные эстрадные песни соединяет вместе с народным фольклором. У нее получается очень интересно. И в некоторые песни добавляют разные языки. И я пыталась в видео немножко кусочки вам показать, что из этого получается. Потом она, у меня этого не получилось сделать. Мы откладывали на потом, и, к сожалению, в такой ситуации не получилось. Она баптистка. Мне показалось это тоже очень интересно. Я рассказала, как она к этому пришла. Мы с ней долго общались на эту тему. У нее очень интересный храм, в котором происходит их послужение. Я должна была прийти на Пасху и поснимать. Там и муж, и дети, и все на свете. Но вот, к сожалению, не получилось. И были у нее несколько концертов таких уже грандиозных. И БКЗ, и на площади Торцовой во время 9 мая. Их все время ансамбль приглашают. То есть это не просто какой-то мастичковый ансамбль. Они поют и патриотические песни, и, в общем, сами сочиняют. Помимо этого она руководит в молодежном центре и готовит детей на конкурсы. И вот мы ездили с ней вместе в Испанию. Выиграли там конкурс. Это было тоже очень грандиозно. То есть вот такая героиня. Кратко. Думаю, можно листать дальше. Что получилось, я, конечно, уже вижу кучу ошибок своих. Но буду в дальнейшем их справлять. Это вот она в секрете со старым ребенком, но, тем не менее, ходит на свою работу иногда и готовит детей, подростков, выступлением на концертах и конкурсах. И старшая дочка, вот она 2-го класса пошла, она тоже у нее поет. Ну, понятное дело, все в мать. Это у нас в нашем Полининском Красногвардейском районе очень знаменитый фест. Который проходит всегда в сентябре. Вот он в этот раз был в Охта-Моле. Она организатор была. Там разные коллективы и местечковые приглашают, и известных артистов уступают. Можно дальше, наверное, смотреть. Этого я очень была удивлена. Она занимается фитнес-колясками. У меня в следующем макете, там подписаны уже фотографии, собираются мамочки в парке. И вот первая женщина идет, это их тренер. Она активистка, это все бесплатно. Они договариваются два раза в неделю, по часу вот с колясками, ходят по парку, делают упражнения. Очень интересно. И дети гуляют, и родители не просто так. И общаются между собой. Они разрешили меня поснимать, и у меня разрешение все есть. Все в порядке, видно все? Наташенька, все видно? Об этом ничего не будете говорить дальше? Да, я вижу, вижу. А я вам уже сказала. Ну, вот фитнес на колясках интересная женщина, вот эта вот мастер спорта. Она решила организовать. Единственное, не помню по какому. Ну, поскольку не она моя героиня, я особо не издавалась подробностей. Это вот она придумала сама вот этот фит. Видно, но цвет поменялся, блеклый стал экран. Фотографии немножко поблекли. Тонечка, посмотри, фотографии поблекли, почему? Ну, во-первых, не прям разрешение. Я спрашивала, потому что я старалась детей как бы лица не снимать чужих, но все равно женщины занимаются. И тут пришла я фотографировать, конечно, мою Валентину, но люди тоже же в кадр влезут, не всегда в хорошей, красивой позе. Но мы все обговорили, и фотографии они видели, они, ну, как бы никто не против. На всякий случай разрешение я получила. Потому что я снимала именно не просто в парке непонятных людей, а именно в кружок. Поэтому я и спросила разрешение. Я перешел к следующему развороту. А у меня нету следующего. Ой, так, у меня не обновился. Интернет работает безобразно, конечно. Даже утром. Даже утром. И даже в субботу. Со следующего видео мы перейдем в субботу. Это общественное, но кружок, есть кружок с детьми. Я не знаю, на всякой куче. Это... Наташа, видно? Благотворительность. Да, видно. Это Валентина, я забыла еще сказать. Естественно, занимается благотворительностью и организовывает концерты, поддержку. Ну, куда считать нужным. Вот это был в библиотеке Красногвардейского района. По-моему, боготворительный концерт... А, это был боготворительный концерт, был для пенсионеров, посвященный снятию блокады. Вот она тоже и организатор была, и выступала в своем ансамбле. А, ну, это домашняя прогулка, и мы встречали старшую дочку со школы и пошли гулять. Я решила, что я не буду показывать адрес на всякий случай, чтобы не компрометировать героиню. Хотя у меня был прям написан проспект, но все-таки я решила, что, наверное, не стоит. У меня съемка дома тоже была запланирована. Уже вот я должна была перед самым карантином ехать к ней, мы уже договаривались. Но, к сожалению, опять я опоздала. И тут я очень себя корю, что я поставила правую фотографию. Да, там эмоция старшей дочки. Ну, действительно, и смышляю, сказал, что две качели – это перебор. У меня была с каруселями фотография, но теперь я потом понимаю, что надо было все-таки разнопланово это ставить. Но что сделано, то уже сделано. Пыталась ли поймать эмоции, какое-то движение? Ребенок сидит, ребенок вот учится в школе, которая прямо рядом с забором. Она продолжает, и сразу она заходит за забор. Она в окно смотрит, да, она ходит в втором классе, она ходит сама. Школа вот прямо в соседний дом. Она и звонит, что я зашла, ушла. Это все как бы так, да. Здесь ничего не придумано. На другой интернет переключили, чтобы, может быть, получше будет. Вам, Михаилович, вас не видно. Да-да-да, мы переключаем сейчас. Наташенька, видно? Да, все видно, только ваш нет. Да, я убрал, чтобы не тормозило. А, понятно. Это вот ее ансамбль. Это снимают они клип на свои песни. И мне разрешили поснимать. У меня здесь получилось, как будто я концерт снимаю, а на следующей фотографии как раз будет видно, что это съемка клипа. Хотела показать. Вот у них на нижней фотографии левый участник. Он знаменитый. Он выиграл на канале «Россия» был конкурс типа «Голоса». Он битбоксом занимается. Вот он своим другим ансамблем выиграл. Там первое место занял. Так что тоже знаменитость. И правый гармонист у нас часто играет. Его тоже можно увидеть. Такой мужчина интересный. Ну, вот моя героиня. Вот клип их снимает. И все. Вся моя книга. Девочки, может кто-то что-то напишет? Первое впечатление? Далина, Алиса, Леночка. Нет, у них много сценических костюмов. Очень много. Но поскольку съемок у меня было не так много с ними, поэтому... Ну, они меняют каждый год. У них они стараются шить новый костюм. А старый в зависимости от контекста одевают и старый. У них очень много. Всяких разных. Да уже все происходит. Вот этот новый в клеточку это буквально они сшили месяца два назад они мне сказали. Или три. Вот я успела в январе поснимала и в нем в этом новом костюме. И вот клип это в феврале. Поэтому костюмов много. Я так попала, что два раза снимала один и тот. Я думаю, что видео мы на всякий случай не будем смотреть. А Наташенька всем пришлет ссылку. У нее есть выложено ВКонтакте. Так, Наталья? Да. И все могут посмотреть. А сейчас мы посмотрим еще портфолио Наташины. Хорошо? Посмотрим. Видно? Видно. Смотрим работы Наташи из портфолио. Наташи, никак не будешь комментировать, нет? А я не знаю, что комментирую. Не комментирую. Но не волнуйся. Ты не волнуйся. Все в порядке. Это балет Чайковского. Это я по Питерфотофесте с Марком Олечем когда занималась. Он нас туда ввел. Было грандиозно, интересно. Мы снимали в БКЗ в Михайловском. Ой, в Александрийском театре. Это в Митрафтеатре. Так, Наташа? Да. Рыбников презентовал новый фильм, в котором есть его песни. Это там же. Только что-то вы не те вообще показали, Павел Михайлович. Портфолио вообще не то. Ну, Наташа, я же не готовился. Я думал, что на вас рассчитывал. Да. У меня столько вариантов виноват. Прошу прощения. У нее ровно 12 и те, что мы отобрали. Но это была, по-моему, отобранная. Это была, да. И это тоже было. Да. Было захватывающе. Спорт вообще очень мне нравится снимать. Это мы заметили. Это филармония была. Очень эмоциональный юноша. Он каждый раз очень интересно снимает, играет. Ну, это вы все знаете. Уже была интересная рекция. Все знают. Главное время в городе. Всегда позитивный. Это мне удалось поснимать каратэ несколько раз. Раз в пять. Тоже очень интересно. Поскольку я этим занималась, мне вообще очень интересно ловить какие-то интересные моменты. но тут еще нету кадра с к сожалению то, что мы отобрали. Вот не знаю, видео я думаю, видео не стоит. Мы не будем варить. Девочки, так есть какие-то вопросы еще. Молчат. Вот тут часть кадров, которые мы не видели. Вот этот, к примеру. Да. Этот кадр из прошлогодней выставки. последних конкурсов. Надежда Буалак слева. Выпуск предыдущий. Да. Звезда. Звезда. Фотомодель. Да. 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 Это по всей видимости под воздействием Михаила Луцы. Нет, это еще летом без Михаила Луцы. Это согласие родителей. То, что нормально. Так, друзья, вопросы я слушаю. Давайте, пишите, чтобы Наташа отвечала. Согласие в разных моментах. Мнение, суждение. Да, согласие все в порядке. И рецензия тоже написана, но рецензия мне не очень понравилась, как написал Алексей. Такое впечатление, что он чем-то расстроен по жизни. Я бы написал гораздо мягче, потому что Наташа большая и очень много работает. Очень много работает. Это вы сами видели на протяжении двух лет. Наташенька, тебе никто ничего не задал вопрос, потому что я не вижу вопросов. Очень жалко, что у нас заканчивается. Мне очень жалко, что заканчивается, потому что мне было очень интересно, очень полезно и очень мне было приятно со всеми познакомиться. У нас очень хорошая группа, просто великолепная. Я надеюсь, что мы никуда не уйдем друг от друга и будем общаться. Павел Михайлович, вам огромнейшее спасибо. Вы очень немного что дали, я прямо нет слов. Спасибо, Наташа. Вот, поэтому очень хочу с вами дальше продолжать сотрудничество и общение. Просто я сейчас в полной растерянности, я не знаю, что делать с выставкой, потому что выставка, по всей видимости, на Невском 54 не состоится и по всей видимости, мы организуем эту выставку у нас на сайте 61-е, поскольку 61-е выпуск. Я думаю, что каждый из вас пришлет мне свою лучшую работу, которую он считает нужным, чтобы показать с названием и датой съемки. И это будет вполне достаточно, чтобы выложить на сайте все эти работы. Ну, вы видите, мы идем в наша группа впереди всех, потому что еще ни одна курсовая и ни один диплом не был защищен в других группах. И в основном студенты первый курс и второй курс просят перенести защиту или на конец мая, а некоторые даже на октябрь. И вы знаете, что наш любимый Дима Донской, например, до сих пор не сдал еще курсовую работу. Мало того, курсовую работу он не сдал, он еще и летнюю работу не сдал. Насколько я понимаю, очень многие студенты, за исключением нашей группы, не сдали летние работы, я не знаю, с чем это связано. Они вот сейчас начинают, пытаются доснять, а сейчас доснять, это, конечно, архи сложно в такой ситуации карантина, и я просто им не завидую. Так что все вы у меня диплом получите, всем диплом вам я уже напечатал, они лежат у меня дома, и при первом удачном случае я смогу вам их передать, потому что корочки у у меня уже готовы. Еще какие-то вопросы, или может быть мы что-то посмотрим? Павел Михайлович, а я могу немножко переделать работу и поубирать чуть-чуть фотографии? Галя спрашивает. конечно, можно, если у вас есть запас такой, потому что сейчас заснимать, просто я никому из вас не советую, никому не советую. поменять если немножко и может быть что-то убрать, потому что действительно повторов многовато. Я хотела показать разностороннее, получилось, напихала видимо одного и того же. Не одного и того же, а просто разные фотографии с одного и того же мероприятия. Вот клип снимали, да, и это когда все в одном месте, это не очень конечно разносторонне показывается. Вот ее дома вам не удалось поснимать, я так понимаю, потому что я не помню в работе, чтобы например она дома была, да? Нет, мне только как она одевает ребенка, а чай пить и прочее мы собирались вот. Да, собирались, но время ушло и тяжелые времена настали и снять эти арки сложно. Я просто не знаю, как остальные все второкурсники думают сейчас доснимать, кто не доснял, потому что вот Галина Владимировна мне прислала и вы помните сколько мы смотрели фотографии и до сих пор она как-то вот не может все это собрать воедино. Катя Балмасова просит прокомментировать Наташу диплом. Но я считаю, что диплом она очень много поработала. Вот единственное, которое, конечно, замечание она сама этого теперь видит, что очень много кадров с одного и того же мероприятия. Вот я думаю, что если бы гораздо больше мероприятий было отснято, она могла это как-то разнообразить. Когда у нас съемки одного клипа показывают 4-5 фотографий, это немножко конечно скучновато. И можно, конечно, было поиграть точками съемки. Снимать там сбоку, слева, справа, снимать крупный план каких-то героев. Но Наташа как-то так немножко замкнулась. Я понимаю, что у сейчас всех мысли о совсем о другом и думать только о дипломе это архи-сложно. Но я считаю, что это диплом пока, который я видел, потому что у Лены Цветковой на подходе. Я думаю, Галина Владимировна тоже. Вот не знаю, что с Катериной и с Алисой. Алиса даже сегодня почему-то в эфир не вышла и ничего не предупредила. А вот Катенька просит перенести, насколько я понимаю, на более поздний срок. Но как это все снимать? И единственное, заклинаю вас, не старайтесь снимать сейчас, нарушать карантин, потому что если карантин объявлен, значит, это нужно. И так нужно. Я впервые сам столкнулся с такой ситуацией. и самоизоляция, и самоизоляция, да, это самокарантин, самоизоляция. Потому что мы все к этому вынуждены, но мы выходим, я понимаю, тут, и вы видели, я выложил, я не знаю, показывал или нет, одна первокурсница сделала репортаж с улиц Санкт-Петербурга, пустынных улиц, но вот так рисковать. О, Алиса, надеюсь, минута поздала, а появилась только вот сейчас я увидел. Она учится по субботам, понятно. Добрый день, Алиса, как у вас дела с дипломом? Вот там Алиса. Да, Алиса, добрый день, добрый день. Пишу текст. Хорошо бы и фотографии прислать, и портфолио, потому что это тоже хорошо посмотреть и поинтересоваться. Я бы поинтересовался, чем вы заняты и как у вас идет отбор. Мне очень сложно говорить об отборе у Галины Владимировны, потому что у меня впечатление, что у нее не сотни, а тысячи фотографий, поскольку она каждый раз присылает очень много вариантов, даже с одного мероприятия. Вы видите, помните, сколько она показывала концерты и балы, и на улице какие-то мероприятия, и в зале, и, конечно, отобрать это архи сложно. Но, правда, сейчас, я не знаю, работает и ведет ли она свои занятия, или также вебинарии, но, может быть, времени немножко побольше. Вопросы, пожалуйста, друзья. Наташа ко мне есть? Алисенька, я просил прислать портфолио, вы пока портфолио не прислали. Если есть возможность, пришлите портфолио, потому что мы вместе с вами отберем работу для нашей итоговой выставки, которую, по всей видимости, придется сделать у нас на сайте. Впервые за всю историю, но, чтобы все были представлены. Я говорю, что у всех у вас уже есть потенциальные корочки диплома, которые я напечатал, и все дело только за вами. Но Наташа уже, можно сказать, я уже вручил, потому что она молодец и улыбается довольная. Так что она факультет закончила, и я считаю, что она очень продукт. Ну, Галина Мережко написала, Павел Михайлович Мышляев недоумывал, зачем ему портфолио прислали на рецензии. И когда мы получали рецензии на курсовой, мы тоже портфолио не отправляли рецензенту. Но я считаю, что диплом лучше, когда куратор, рецензент видит все, как вы поработали за два года, потому что в портфолио видно все ваши работы, лучшие работы. Если у вас есть видео, как это есть у Наташи, которая, она пришлёт ссылку, и вы ВКонтакте сможете его посмотреть, это тоже всё интересно. И кроме того, и на выставку работу надо обязательно отобрать, и это, я думаю, мы проголосуем, я размещу их в нашей закрытой группе ВКонтакте, и вы своими голосами проголосуете за ту работу. Так что, я думаю, каждый автор, если он считает, что вот эта работа и никакую другую, это одно дело. Но когда автор считает, что вот сомневается, две-три работы пришлёт, мы сможем проголосовать и выбрать лучшее. Ещё какие-то вопросы? Павел Михайлович, я думаю, что у меня останется та же работа, которая в прошлом году. Хорошо, я не возражаю. Хотя и в этом году мне понравились очень многие ваши работы, и то, что в подфолио замечательно в этом году поработали. Очень плодотворно, и самое главное, вы снимали много дополнительных съёмок, которые давала наша Василиса Олеговна, и вы тоже ей очень помогли. Наташа молодец. Спасибо, Лена. На следующий год, когда карантин закончится, вы нам будете присылать? Конечно, все ссылки я присылаю постоянно всем нашим выпускникам, которые, и кроме того, я постоянно самое интересное размещаю в ВКонтакте и Фейсбуке, а рассылки само собой. Наташа, молодец, правильно, Леночка, правильно сказали вы. Я жду вопросов, друзья. Спасибо огромное. Ну, Катя, а вы прочитали рецензию? Вы что, выслали, да? Да, я выслала. Мне очень не понравился буквально последний абзац, где он назвал, такой термин использовал, не очень красивый для девушки. Помните, Наташа, о чем я говорю, о какой термин? Да. Сейчас, на что посмотрю? По-солдатски он написал, делал, но вот этот термин совсем не подходит. ну, конечно, в последнем нашей группе, вторая часть нашей группы отсылает Александру Иосифовичу, а первая часть посылает Алексею Николаевичу. так что вы должны знать, кому посылать, они от вас ждут, потому что Алексей написал очень быстро, буквально за день, по-моему, да, Наташенька? Да. Но я не совсем согласен там, с выводами его, с замечаниями, тем более, что вот в такой ситуации, когда это, насколько я понимаю, первая защита вообще на факультете у Наташи, а во всех остальных группах еще, как говорится, конь не валялся и вам говорил, что если студент не сдал курсовую работу, не сдал летнюю работу, то таких студентов я просто не допущу до защиты диплома, и, конечно, диплом для защиты пускай он состоится, но диплом я выдать не смогу, потому что это главные шаги в нашей учебе, и прошмыгнуть так, вот, меня очень смущает наш Дима Донской, который такое впечатление сбежал от того из нашей группы, что я его постоянно заставлял, напрягал пересдавать с дочеты, который он постоянно находил причину, почему он не может снять ту или другую тему. И, насколько вы, наверное, видели, и в этих конкурсах, которые в этом году, он, по-моему, один раз только мелькнул у нас на горизонте, а вот до сих пор он не прислал мне свою курсовую работу. Так, слушаем вопросы, давайте, какие есть? Лена спрашивает, буду вереньком отправлять? Я же сказал, я же уже ответил. Главное, чтобы платил, но это не самое главное, к сожалению, понимаете, если он, и вы же, это вы о Донском, я понял, что вы о Донском говорите, он оплатил учебу, но как он растет очень медленно, на мой взгляд, и как он рассказывал, наверное, слышали, что он там свадьбы через 3-6 месяцев отдает заказ, это, конечно, очень странно, лично для меня. Я вам говорил, что когда я снимал свадьбу своей младшей дочери, то я послал ей фотографии вечером, а тот фотограф, который через большое время ей прислал свой альбом. Так, слушаем вопросы, друзья. Нет вопросов? Друзья, я жду от вас ваше портфолио. А когда мы встречаемся в следующий раз? Мы встречаемся тоже в субботу, потому что вот в будний день вы видели, что это практически... В следующий раз мы встречаемся вообще на другой платформе, скорее всего на платформе Zoom. Она вытягивает практически при любом интернете, более-менее адекватно. Ну, я думаю, что так же в субботу, но где-нибудь в районе двух-трех часов дня. Сообщим чуть позже. Я сделаю рассылку, так что вы получите, я вас с вами согласую. Время, чтобы вам было удобно, чтобы все были свободны, потому что вот как получилось сегодня, что Алиса оказалась у нее что-ли занятие, я думаю, все занятия в школах отменены, но она почему-то опоздала или проспала. Она молодая, здоровья много. Валерий Михайлович, Галя спрашивает, можно и не смышляемую или Марченко отправить? Если в прошлый раз вам понравилось, как Беренький, пожалуйста, если не понравилось, можете попробовать у смышляемую. Пожалуйста, я не регламентирую это на ваш выбор. Главное, чтобы вы подготовили, потому что до сих пор я еще не видел наметок вашей книги ни текста, ни портфолио. Это тоже как-то немножко меня настораживает. Вы как-то очень, по-моему, закопались в своих архивах. У вас такое количество отснятого материала, что выцарапать что-то оттуда очень сложно, на мой взгляд. Да, слушаю. Следующий субботник у нас Лена тогда защищается, да? Нет, кричит Лена, вот так вот, понятно? Через месяц, да? Через год, Леночка, когда? Дело не в том, чтобы понравилось или не понравилось, просто хочется другое мнение узнать. Пожалуйста, конечно, пишите, мнение хотите узнать, пишите. что мы будем следующий субботник? А что мы тогда следующий субботник будем делать? Если я не знаю, если никто не готов. Ну, может быть, посмотрим, какие-то наработки пришлют, хотя бы мест и пообсуждаем, потому что невозможно же так просто ничего, потому что вот сегодня мне, к сожалению, никто ничего практически не прислал. я могу показать сейчас фотографии, которые прислала мне 25.04. Да, это Леночка Цветкова пишет 25.04. Если вы успеете, Леночка, потому что пока я не знаю, вы обещали мне диск прислать, который у вас на работе остался, там все якобы были материалы, но почему-то прислали только английский вариант текста. Так, слушаем еще вопросы. Жду, девочки, жду от вас и портфолио, и работы. Может быть, у кого-то наброски макета есть, наброски текста есть, потому что все это тоже важно. Наташа мне, наверное, сто раз присылала и тексты, и фотографии, и мы выбирали вместе, и отбирали, но я не наставил, целиком и полностью, чтобы вот эти фотографии убрать, а эти фотографии обязательно оставить. Я просто вам помогаю, я вам говорил, как легче составлять книгу, когда вы видите соседний кадр на левой странице, какой кадр будет. Я уже ответил, Галина Мерешко, Галочка, я вам ответил, отобрал работы и выслал вам, утром это было, сразу же, когда ответил, что я вот получил ваше письмо, через некоторое время я отобрал и послал вам фотографии, или вы хотите сегодня, сейчас их посмотреть. Я все вам выслал, Галина Владимировна. Слушаем еще вопросы. Все вопросы? Мы с первым курсом не будем больше вместе, да? Хотелось бы тоже у них посмотреть, или это сложно будет за интернетом? Как они курсовые защищают? Они просились к вам на первый курс, а вы как-то возразили, кто-то из вас сказал, а зачем тут первый курс? А вот поэтому я их не пригласил к защите. Если вы хотите, я приглашу вас завтра, но такое впечатление, что у меня пока только один человечек завтра сможет защищаться. Просто интернет такое может не потянуть. Тоже интересно посмотреть, как у них дела. Вот в чем проблема. Вот мы постараемся когда новую платформу, тогда пригласите, это все если заглохнет Галина Владимировна, то это обидно будет. Ну, если будет возможность в другой платформе, мы бы довольно посмотрели. Запись мы выложим. Запись выложим, да. Не сегодня. А, хорошо. Не сегодня, но не сегодня, да. Так, и не завтра, да, когда первый курс будет. Завтра первый курс будет, у них начало в 12. Марьяна. Завтра не Марьяна защищается? Отлично. Она сегодня рвалась к вам, Мы с ней подружились. Да, она мне писала, я ей сказала, что я не могу ей дать ссылку, потому что тогда мне будет не войти. Ну, тогда все, друзья, девочки, я не вижу вопросов, задавайте, пожалуйста. Хотел показать, а кто это хотел показать? Фотографии Мережка? То, что она сегодня прислала? Не знаю, вы сказали, что-то вы сказали, давайте посмотрим, а потом вас переключили на что-то. Спасибо, Галь, большое. Спасибо вам, девочки, всем огромное за поддержку. Потому что у Галочки это сырой материал, это же не окончательный материал. Она просто прислала одну съемку, которую она снимала, репетицию, и она мне показала, а я постарался помочь отобрать, но там когда с одного мероприятия очень сложно отобрать что-то, одну фотографию, обидеть автора, и вроде бы эмоции интересные, ситуации интересные. отобрала 28 и 716, то, что она мне прислала, а я, насколько помню, из 28 отобрал 7, или 6, не помню точно уже, поскольку это рано утром было. Все они очень эмоциональные, все интересные. Но я сейчас покажу просто. Время-то есть. самую лучшую вы вы когда прислали Марианину работу, как она гуляет по Петербургу, у меня ссылка не открывалась, не знаю, как у других. Я не видела ее работы про коронавирус. Вот то, что она мне прислала. Марианна, да. Пока нет. Зеленый экран. Сейчас. Угу. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Видно? Видно. Вот то, что она мне прислала. Да. Может, я себя тогда тоже отключу? Видео. Марианна делает про антолиевскую виртуальных детей в центре. У меня курсовая. Ужасно, скоро будем скучать без этой героини, Галина. Да. очень эмоционально, здорово. Спасибо. Спасибо. субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Галя. А чего они репетируют спектакль какой-то? Что-то галочкам молчит. Написала, нет? Нет, пока. Ждем. Ну вот, мы прошли все. и я вам сейчас покажу то, что я отобрал. Видно? Да. Видно? Видно. Тут масса вариантов. эмоциональные, красивые эмоции. Конечно, сложно в такой, в таком интерьере снимать. Он насыщенный, цветовой, и цветовые пятна, конечно, искать точку съемки довольно сложно. Тем более, когда на оранжевой стене висит белый телефон или белый радиатор отопления, то это очень сложно всегда. Вот это вот очень мне понравилось. Он сразу с первого взгляда запомнился. И вот это тоже с нижней точки супер. Вот предыдущий вариант у нее был там, а она снимала широкоугольным объективом, и там голова у мальчика очень была деформирована. Поэтому я вот это отобрал, а эмоции, на мой взгляд, и вот этот листочек с текстом в углу нижним тоже работает. тоже интересно движение такое. Вот единственное, я бы убрал вот отсюда верхнюю часть, потому что все эти детали немножко отвлекают. Они более лаконичные были, может быть, не в самый угол, а буквально вот оставить полсантиметрика сверху. Мне еще понравилось, где там у задних героев руки во рту. Интересно. У обоих причем. Очень хорошие эмоции тоже. Такого человека снимать интересно. Ну вот мы посмотрели то, что я отобрал, и я думаю, что у Галочки тут большой простор для работы, и у нее все будет в порядке. Она ответила на театральные сценки, которые будут по ходу бала маскарада по Лермонтову играться. Так, еще вопросы есть? А вы не покажете ли, Марьянина, еще проект про коронавирус? Про коронавирус, проект, а у нее нету проекта про коронавирус. Ну, что вы, не проект, а... А у нее была съемка про коронавирус. Да. Потому что у меня не открылась ссылка, я не видела, к сожалению, никак. если не сложно. Нет, здесь у меня нету. Я не помню, где-то нету, нету. Я вам пришлю сегодня, пришлю. Хорошо, спасибо. Интересно посмотреть, ни где не нашла. Спасибо большое всем, девочки. Давайте, присылайте. Спасибо вам большое. Простите, что так рано мы закончили, но, к сожалению, остальные пока не очень готовы к этому защите. А Наташу я поздравляю с первой в этом году защиты диплома. Спасибо большое. Спасибо огромное. До свидания. До встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok